Длинный ряд белых автомобилей с синими полосками – это подарок сахалинским стражам дорог от российского правительства. Большинство машин – новенькие «Шкоды» «Октавия». Новая техника имеет повышенные динамические характеристики и снабжена устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов. Мы получили в этом году 23 автомобиля «Шкода» и 3 автомобиля «УАЗ Патриот». В прошлом году получили 26 автомобилей «УАЗ Патриот». И на будущий год уже делаем заявку еще на 31 автомобиль. Поэтому идет полное перевооружение парка госавтоинспекции Сахалинской области. Инспектор ДПС Владислав Ковалев пересел с Нивы «Шевроле» на новенький «УАЗ Патриот». Машину оценивает как удобную и при этом неприхотливую. Пассажиры в задней части внедорожника тоже будут чувствовать себя комфортно. Комфортно по сравнению со старыми машинами. Удобство на высшем уровне. А вот, смотрю, сзади обезьянник там у вас. Там как с комфортом? Ну, там как бы в целом, ну, нормально. Нормально. Лучше, чем в старых машинах. Поздравить островных сотрудников полиции с получением техники и профессиональным праздником приехал заместитель председателя регионального правительства Сергей Оланцев. Он рассказал, что обстановка на магистралях области остается напряженной. Только за последние три дня стражи дорог выявили за рулем 48 пьяных водителей. Еще больше нерадивых автолюбителей задержано за езду без прав. Этот новый транспорт, он позволит более жестко контролировать эту ситуацию и выполнять те мероприятия, которые предусмотрены федеральной программой безопасной и качественной автомобильной дороги. Все автомобили уже поделены между подразделениями ГИБДД. УАЗы отправятся покорять дороги на севере Сахалина. Три Шкоды поедут в Аниву, Холмск и Корсаков. Остальные машины будут борозить просторы улиц Южно-Сахалинска. Евгений Коньков, Алексей Вершинский, телекомпания ОТВ. Евгений Коньков, Алексей Вершинский, телекомпания ОТВ.